МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Долгожданный ледоход за нежелательные последствия опасались, но их не последовало, не считая подтопленных дач. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Добровольцы самой массовой образовательной акции допустили немало ошибок, за которые не стыдно. Цены на бензин должны приятно удивить. Ведь впервые за три последних года они могут снизиться. Вопрос лишь в том, когда, насколько и у всех ли нефтяных компаний. Приглашена в Государственную Думу глава администрации села Аскиз как лучшего муниципального образования в России. Победили только два поселения с Калмыкии, я названия не запомнила, и вот наш Аскизский сельсовет. Абаканские саяны не успели вовремя подать заявку на участие в чемпионате России по хоккею с мячом в следующем сезоне. На защите дачной собственности полиция пресекла свыше 400 правонарушений и вновь выходит на дешевство. В ее составе и кавалерийский отряд. Здравствуйте, в эфире программа Вести, Хакасия, события недели в студии Алексей Гончаренко. Лед тронулся и довольно удачно на всех проточных водоемах республики. На этой неделе руководство регионального управления МЧС констатировало, подтоплений населенных пунктов нет. Чтобы оценить степень возможной угрозы ледовых заторов и подъема уровня воды в реке Абакан, был совершен профилактический облет по руслу сразу, как только начался ледоход. Выяснилось, что придется спасать село Малые Арбаты. Там образовалось большое скопление ледовой массы, растянувшееся на 6 километров. На этой неделе там прогремели взрывы. Угроза подтопления, как позже подытожили в МЧС, миновала не только в этом месте, но и по всему руслу реки Абакан. На сегодняшний день уровень воды в Абакане 173 сантиметра, при критическом 530. В Абакане очень мало воды. Гидрологов как раз больше теперь заботят вот этот момент, потому что маловодие, оно тоже влечет определенные последствия. Паводкоопасный период продолжается, тем не менее. Но если населенные пункты удалось отстоять, то три дачных общества в районе города Абазы оказались в воде. Уже не первый год. Дачники Абазы, крайне недовольные сложившейся с подтоплением ситуации, написали заявление в прокуратуру, о чем нам сами и сообщили. А другие дачные общества, их еще 90, кроме Абазинских, подвержены другой стихии. Речь идет о пожарной безопасности. За последние пять лет, согласно официальным данным, 185 пожаров, в которых 10 человек погибли. На этой неделе проблему решали на правительственном уровне. Республиканский бюджет стимулировал решение проблемы, распределяя дачные гранты на развитие обществ. Сначала расходование средств было целевым, в том числе на пожарную безопасность. Но позже, когда дачникам разрешили тратить деньги по собственному усмотрению, это направление перестало быть приоритетным. Получилось, что за прошлый год из 25 миллионов только 100 тысяч направлено на противопожарную безопасность. Грантовую поддержку дачных обществ республиканский бюджет сворачивать не намерен. В этом году сумма будет на уровне прошлого, а в будущем вырастет. На защиту дачной собственности в этом году вновь встанет дачная полиция. Впервые такую разновидность службы полицейских в республике, в частности на абаканских обществах, стали практиковать пять лет назад. Позже появился и кавалерийский отряд. В прошлом году стражи порядка пресекли свыше 400 правонарушений. Теперь уже традиционно они заступают на дежурство в апреле и будут нести службу до середины осени сроков окончания уборки урожая. Внешнему облику лошадей, а их в кавалерийском взводе два десятка, полицейские уделяют особое внимание. Животные, которые несут службу, постоянно на виду. А потому и выглядеть должны образцово. Добиться этого позволяют и тренировки, они проводятся круглый год и питание. Ежедневно одной лошади требуется примерно по 7 килограммов сена и овса. Продовольствие вдоволь, кони находятся на гособеспечении. Кирилл Сидеев служит в кавалерийском взводе с начала его основания. У полицейского на коне есть ряд преимуществ. При обходе дачных территорий, в отличие от автопатруля, где ты находишься внутри машины, либо в пешем порядке, обзора меньше гораздо, чем в верхом на лошади. Порядка практически 2 метра. Только за прошлый год полицейские кавалеристы Абакана раскрыли 18 серьезных преступлений. Административных правонарушений выявлено свыше 400. Подвести итоги работы конной полиции в этом году можно будет только глубокой осенью, ведь уйдут в отпуск лошади не раньше октября. За полгода службы наездникам-полицейским предстоит немало работы. Отзывы от горожан нормальные, что на дачах, на территории зоны отдыха, ну и курортный сезон тоже в шара. Минувшей осенью кавалерийский взвод сменил место дислокации. Переехал из конюшен, которые арендовали на ипподроме, уже на собственную территорию. Полицейские говорят, все животные перезимовали на новом месте хорошо и сегодня готовы к рейдам. Наталья Гармашова, Алексей Голубев, Вести Хакассия, События недели. На этой неделе ААА Ларшанов и одноименный угольный разрез вновь оказались в центре внимания. На разработку месторождения была получена положительная государственная экологическая экспертиза, дающая право дальнейшей работы. Документ в администрации предприятия не просто приняли, а представили на суд общественности. В числе участников встречи местные жители, специалисты, чиновники и общественные деятели. В течение двух месяцев самые авторитетные эксперты в России изучали проекты, делали выводы. Уже заключения на 140 листах прорабатывали специалисты в республике. Но создается впечатление, что противники предприятия ничего не читали и собрались в очередной раз помитинговать. Я всю жизнь занимаюсь экологией. 35 лет еще занимаюсь экологией. Вода уходит туда, а вакансов где жить? Нам где жить? Противники вели себя так, как будто на сцене не докладчики выступают, а идет бой без правил. Гнали со стены тех, у кого мнение за. Глупыми выкриками явно издевались над докладчиками. Но надо отметить, что спецов, ловко выстраивающих логическую цепочку между апокалипсисом и аршановским разрезом, сегодня поубавилось. Многие люди понимают, что действительно главгосэкспертиза это достаточно такая серьезная государственная структура, в которой нет основания не верить. Там также работали специалисты. И у нас некоторые наши члены экспертных групп поменяли свое мнение. Главгосэкспертиза это 25 экспертов. Каждый из них руководитель профильного отдела, в подчинении каждого 3-4 человека. Все они досконально изучили проекты, каждый согласился, угрозы нет. Противники говорят, им заплатили. Это действительно так, угольщикам пришлось заплатить. За все исследования, чтобы федеральные эксперты проверили не только сам проект, но и ответили на все вопросы противников разреза. Деньги, да, были заплачены. Деньги были заплачены в бюджет Российской Федерации, как сборы за проведение экспертизы. Но это не подкуп. А если подкуп, то государство. Прослушав весь доклад экологов, протестная группа сделала главное заявление о разрезу «быть». Своему согласию выставили ценник. Мелочиться не стали. Отвалите миллиард. Предложение защитников природы прозвучало именно в такой форме. Еще они добавили, вообще работа от слова «рапы» она им не нужна. Руководство разреза уверено, жаркие эмоции возникли не на пустом месте. Эмоции подогреты рассказами изначально депутатам Верховного Совета, уважаемым главой старейшин Владислава Михайловича, мной уважаемым. Он же горный инженер, он должен это понимать. И там вся технология рассчитана. А не так, как он сидит сегодня в эфире. По радио рассказывает, что вот воронка всех засосет, вот у меня какие-то расчеты. Но это смешно. О том, что споры вокруг разреза изначально имели окрас политический, угольщики заявляли и раньше. Они подтверждают, что намерены в суде встретиться с теми, кто искажает цифры и факты, подталкивая людей на протест. Тем не менее, заседания по разрезу продолжатся и будут проходить каждые две недели. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия, События недели. На этой неделе еще продолжали обсуждать итоги самой массовой проверочной работы по русскому языку. Кому не безразлично, культура грамотного письма приняли участие в акции под названием «Тотальный диктант». Он, как говорят организаторы, призван разрушить стереотип современной молодежи, в понимании которой грамотность – это в первую очередь скука и школьная обязаловка, а грамотный человек – неудачник и зануда. Диктант призван вернуть прежние ценности, противоположные сегодняшним, и образовательная акция собирает все больше неравнодушных. В этом году 30 тысяч участников из 180 городов, и Абакана в том числе. В этом году принять участие в акции «Тотальный диктант» пожелали не только абаканцы, но также сайногорцы и черногорцы. Для жителей столицы республики по традиции диктант провели в ХГУ имени Катаново. К 16 часам в аудитории собралось более полусотни человек. Пришлось даже ставить дополнительные столы и стулья. Я учусь как бы на четверке, особенно по русскому. Русский модульный предмет. Орфография, она немножко хромая. Какие правила, может быть, самые сложные, которые плохо вспоминают? Наверное, суффиксы. Суффиксы прилагательных и существительных. Наряду со школьниками сели за партой педагоги. Работа в сфере образования требует стопроцентной грамотности. Просто любопытно, что у меня, какие остаточные знания остались по русскому языку. Я лекции пишу. Постоянно грамотность вы проверяю, я хорошо понимаю. А вот Иван Еремчук работает в энергетической сфере. Отлично разбирается в физике. В науку-лингвистику, говорит, в последний раз целенаправленно окунался только в школе. База была неплохой. Решили посмотреть на степень деградации со времен школьных. Конечно, наверное, правила бы изменялись. Я так полагаю. И текст, предположительно, современного автора. Перед стартом всем желающим предлагалось вспомнить правописание отдельных слов. Также организаторы познакомили аудиторию с темой диктанта, посвящена она была интернету, и с автором текста. В этом году им стала Дина Рубина, лауреат шести литературных премий, член Союза писателей Советского Союза и Союза русскоязычных писателей Израиля. В интернете текст появился за сутки до начала акции, но не был доступен. И лишь за два часа до начала диктанта у организаторов появилась возможность увидеть материал. Текст, он доступен всем людям, которые являются носителями русского языка. И если, конечно, результаты не очень положительные, если человек недоволен своим результатом, то это для него такой знак, что нужно обратиться к учебнику по русскому языку, повторить правила и повысить свой уровень грамотности. По словам участников акции, было необычно держать в руках ручку. И еще, пожалуй, все, кроме школьников, отвыкли писать под диктовку. Преподаватели пошли навстречу, читали размеренно. Это был звуковой предел общения. География языка – это племя. И вот последний рывок, последние фразы и результат. Около сотни экземпляров одинакового текста. Отличаются они лишь орфографией и пунктуацией. По словам преподавателей ХГУ, уровень грамотности населения падает. Результаты акции это только в очередной раз подтверждают. В этом году, как и в прошлом, в Абакане нет ни одной пятерки за диктант. Количество четверок выросло с трех до пяти. Троек, наоборот, на одну уменьшилось. В этом году их 17. Желающие сделать работу над ошибками могут прийти в Хакасский государственный университет. Наталья Громашова, Сергей Казьмин. Вести Хакассия. События недели. Но больше всего неудовлетворительных оценок на двойку справились 32 человека из 54 писавших диктант в Абакане. Вот так выглядит средняя работа на такую оценку. Пять ошибок орфографических и семь пунктуационных. Самыми сложными в предложенном в этом году тексте диктанта стали слова «наперстник», «чересчур», «неслучайно», «интернет» и даже «коммунизм». Ошибки типичны для большинства. Написать на «отлично» значит совсем без помарок. Вот работа близкая к пятерке, лишь с небольшими погрешностями и потому неудостоенная высшей оценки. Тотальный диктант задуман не как экзамен, не дает всеобщего среза грамотности и такую цель не преследует. По словам организаторов, это скорее интеллектуальная игра с довольно сложными заданиями, и поэтому отрицательных оценок стыдиться не стоит. Сам факт участия в такой акции заслуживает уважения, поскольку говорит о стремлении к грамотности и желании проверить свой уровень. Уровень грамотности падает или нет? Сегодня это тема нашего интервью. У нас в гостях доцент кафедры стилистики русского языка и журналистики Хакасского госуниверситета Владимир Антонов. Владимир Петрович, здравствуйте. Добрый день. Насколько, на ваш взгляд, был сложным текст тотального диктанта? Здесь надо говорить о двух составляющих этого текста – орфографической и пунктационной. Так вот, орфографическая составляющая, с моей точки зрения, достаточно простая, а пунктационная составляющая – да, действительно сложная. Там слово «интернет», и я с удивлением узнал, что оно употребляется, пишется с большой буквы. Это имя собственное или нет? Ну вот телевидение, радио, пресса, мы же пишем с прописной буквы, со строчной. Да, в этот ряд можно поставить и слово «интернет», но лингвисты полагают его именем собственным, потому что это наименование всемирной всё-таки сети, а всемирная сеть, как наименование, пишем с большой буквы. Таким же образом и существительный интернет, как имя собственное, обозначающий вот эту сферу коммуникации, принято писать с большой буквы. А уже производные от этого слова, я имею в виду, прежде всего, сложные слова, типа «интернет-коммуникация», «интернет-сообщение», «интернет-общение», естественно, пишутся уже с маленькой буквы или со строчной буквы. Насколько известно, меняется отношение к предмету «русский язык» в школе. И причём не в пользу языка. Или это не так? В одно время у нас были разного рода поползновения, не только по отношению к русскому языку, но и по отношению к литературе, когда резко сократились часы школьные на изучение русского языка как государственного и, соответственно, на изучение литературы, к сожалению. Сейчас, вроде бы, отношение к русскому языку и к литературе чуть меняется. То есть восстанавливается определённый паритет с изучением русского языка лет 20-30 тому назад. Но этого всё равно недостаточно. На последней ступени 10-11-х либо вообще нет никаких уроков русского языка, либо они администрациями школ ставятся за счёт факультативных занятий, ещё каких-то ресурсов, которые имеются у школы. Сегодня в речи населения много ошибок. Вас что-нибудь удивляет? Ну, допустим, что присутствует что-нибудь сегодня, чего не было, скажем, там ещё лет 5-10 назад? В каком отношении? В отношении произношения, постановки ударений? В устной речи, даже с точки зрения лексических значений слов. Молодое поколение довольно часто, если не сказать совсем часто, не знает тех слов, которыми владеем мы. И для них это как что-то непонятное. И даже, вроде бы, казалось, простые слова, это с нашей точки зрения, жёлоб, например, не спрашивают, а что это такое? Мы не знаем, что это такое. Хотя это слово достаточно распространено и в наше время. Что касается буквы Ё в современной жизни, её часто пренебрегают, это сказывается и на правописании, и даже на правильном произношении. Вот, может, стоит к этой букве относиться с большим уважением? Да. Разграничение Ё и Е на письме, соответственно, в устной речи О и Э, связано и со смыслом одинаково звучащих слов, например, или близко звучащих слов, например, нёба и небо, падёшь и падёшь, совершенный и совершённый. Так что буквы Ё велика роль в нашем языке. Возможно, следующий вопрос вам покажется несуразным, и всё-таки. Но почему уж так важно правильно писать и говорить? Ведь с большим количеством ошибок сегодня, особенно на письме, можно объясняться и без особых проблем. Грамотное общество, с моей точки зрения, да и не только с моей точки зрения, а с точки зрения многих и многих лингвистов, это, прежде всего, умное общество. Если посмотреть на страны, которые считаются развитыми, западные страны Америка, Соединённые Штаты, я имею в виду перерезь его, Япония, не только развитая, не только богатая, но ещё и грамотная. Почему? Потому что там иначе относятся, не так, как мы относимся к грамотности, не только в школе, но и на уровне высшего образования. Американцы и западные студенты, и школьники, и японцы умеют говорить, и причём хорошо говорить. А как только доходит до говорения у нас, то мы начинаем запинаться, разного рода ошибки допускать, перескакивать с мысленно-мысль, на другую мысль и так далее, и тому подобное. Если сравнивать уровень грамотности студентов со школьной скамьи, ну, то есть абитуриентов и первокурсников, то вот они этому показателю, сегодняшний студент уступает, скажем, сверстникам там 60-х, 70-х, 80-х, или наоборот превосходит? Нет, к сожалению, уступают. Ну, видите, если говорить с практической точки зрения, они-то не испытывают никаких проблем потом, мне кажется, жизни, по крайней мере, внешней. Мне кажется, довольно считают себя преуспевающими, и, может быть, действительно преуспевают на самом деле. Может быть, и так, но, видите, тут в чём дело. Тот, кто не совсем грамотен или безграмотен, становясь каким-нибудь, извините, боссом, он, естественно, желает иметь при себе грамотного секретаря. Если он сам будет составлять все документы и сам вести переписку, то, соответственно, он сразу покажет свою безграмотность. И отношения к нему, несмотря на то, какой бы пост он ни занимал, естественно, будут уже иначе, иное, чем грамотному человеку. Владимир Петрович, подводя итог беседы, скажите, можно национальный язык, не обязательно русский, назвать предметом номер один во всех образовательных учреждениях, начиная со школы, на всех ступенях? Да, безусловно, потому что тот язык, на котором ведётся обучение, это важнейшая дисциплина, это важнейшая составляющая образовательной системы. Если человек плохо знает язык, он не только плохо общается на нём, как в устной, так и в письменной речи, он с таким же трудом, возможно, будет и невозможно точно постигать и азы других дисциплин школьных. Поэтому язык национальный, язык государственный, в нашем случае русский язык, как язык обучения, это основа основ. Владимир Петрович, спасибо за любопытную информацию. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Остаётся надеяться, что интерес к национальным языкам будет расти и на следующем тотальном диктанте, желающих проверить, уровень своей грамотности будет больше и этот уровень будет выше. У нас в гостях был доцент кафедры стилистики русского языка и журналистики Хакасского госуниверситета Владимир Петрович Антонов. То, как умеют решать муниципальные проблемы в селе Аскиз, разглядели даже на федеральном уровне. Муниципалитет признан лучшим в стране, победив в конкурсе, проводимом Министерством регионального развития России в номинации «Лучшая практика решения вопросов местного значения». Это результат работы местной власти за последние два года. По словам главы сельсовета Марины Анжигановой, за счёт участия в различных программах федеральных и республиканских вырос бюджет и стало возможным решение вопросов благоустройства и улучшения жилищных условий населения. Переселение граждан из ветхого аварийного жилья, модернизация, капитальный ремонт объектов ЖКХ, капитальный ремонт благоустройства внутри дворовых территорий, это асфальтирование дворов, уличное освещение. Собственные доходы муниципалитета, по словам главы посёлка, 13 миллионов рублей. По федеральным и республиканским программам удалось привлечь в три раза больше и бюджет вырос до 52 миллионов в прошлом году. Награждение победителей состоялось на этой неделе в Государственной Думе. На имя главы сельсовета пришло официальное приглашение. Об этом она нам рассказала накануне отъезда в столицу. Победили только два поселения. С Калмыкии, я названия не запомнила, и вот наш Аскийский сельсовет. И в связи с этим нас приглашают на 20 апреля в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на торжественное мероприятие. А вот абаканские саяны не успели вовремя подать заявку на участие в следующем сезоне чемпионата страны по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Информацию об этом распространил официальный сайт Федерации хоккея с мячом России. Сроки были отведены до 15 апреля. В них уложились 11 клубов из 15. Благо, что за просрочку комитет по проведению соревнований не применил санкции в виде штрафа или даже исключения из числа участников чемпионата. Мало того, Федерация пошла навстречу командам, не успевшим оформить заявку. Кроме абаканского коллектива к назначенному сроку не успели Кировская Родина, Архангельский Водник и серебряный призер минувшего сезона Красногорский Зоркий. В Федерации продлили сроки до 22 апреля, но уже на этой неделе, в понедельник, саяны оформили заявку, а также подтвердил свое участие Водник. 25 числа состоится жеребьевка для составления календаря игр на следующий сезон. Бывают в жизни чудеса, а иначе как еще оценить новость от одной из крупнейших нефтяных компаний России «Лукойл», которая заявила о снижении цен на автомобильное топливо. Как заявляют представители компании, столь нетипичное для нашей страны решение было принято в связи со снижением котировок нефти и нефтепродуктов на мировых рынках и в соответствии с принятыми в компании подходами к ценообразованию. Аналитики одной из предполагаемых причин называют то, что в России скопились рекордные запасы топлива. Правда, компания не раскрывает, насколько будут снижены цены, чтобы, цитата, «не давать сигнал рынку». Аналитики считают, что цена может снизиться до полутора процентов, это примерно 50 копеек за литр. Не исключено, что и другим компаниям не останется ничего иного, как подхватить эту инициативу. В частности, представители Роснефти заявляют, что будут учитывать данное обстоятельство при формировании цен. Последний раз подобный сюрприз был в 2009 году. Тогда цена за литр 92-го опустилась сразу на 2 рубля. Снижение наблюдалось с декабря по март 2010-го. Через год, к декабрю, цена вернулась на прежнюю отметку. Всего за последние 4 года стоимость 92-го бензина увеличилась на 11 рублей с 17 до 28. Мне остается сказать вам всего доброго и до встречи. Смотрите нас в повторе сегодня вечером на телеканале Россия 24 в системе кабельного телевидения или в интернете по адресу вести.дефисхакасия.рф. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok